В опасности объявляет жену своей сестрой. И сын его, Исаак, тоже самое, другая сестра, тоже говорит, что это моя сестра. Зачем это как-то было делать? Ну как? Заручиться? Если у других было, то у меня будет так же. Поэтому, когда идёт венчание, перечисляется и Ревека, и Рахиль, и Сара. Мы же, Давид, когда пишет псалмы, он всегда обращается к событиям, городам, к языческим вождям, которые уже отступили или погибли. Это живая история. Да ещё и время укажут. Я вопрос, правильно? Игорь Тихонович, вопрос другой. Вопрос говорит, зачем женой, зачем, как бы, соврал, спрашивает он, Зачем он называл жену свою сестрой, чтобы избежать опасности? Ну она, она ему и была двоюродная сестра. Ну я понял, что, почему упоминают эти, ну всё равно ему не помешает этот ответ, я не расслышал. Так, сказали, что груз прибыл в Барнаул, но не везут, потому что они могут машину завести с железной дороги. Это Елена сказала. Так что, вот она и была сестра его. Это реально. А что, он сказал так? Так это так, это место толкует Иоанн Златоуст, говоря, какие дикие были египтяне. Они бы ни перед чем не остановились. Он её защитить не мог. Вот когда там с колена Вениаминова-то шёл, он зашёл, на ложнице издевались до утра, и выбора не было никакого. Это вместо его, вместо мужчины. Так что тут надо понимать обычаи того времени. И понятно, что это была последняя ночь в Содоме, когда пришли ангелы, пришли, они их думали насиловать. Ну вот и получили, весь город собрался. Значит, это твёрдо утвердившееся уже было. И Златоуст говорит, отвратительное, грешнее ничего на земле нету. Потому что разверзлся в небеса и пролили огонь. И ушло на одно море. Одновременно две стихии уничтожили их. Даже ни одной рыбинки там нет в Мёртвом море. Какая срамота. А сегодня идут гей-парады, ну всякая мерзость. Попробуй ещё в Афруе, в этом, в Тбилиси сделай. Там как пошли они. Их не знали, как спрятать, куда. Ну а тут никому это не надо. Это было в Польше. И там молодой человек. Один вышел и стал их понужать словами-то. Ну полиция его схватила, свернула. А он прославится на всю жизнь. Так, вот я вам сказал ещё помолиться, чтобы здесь-то они как-то дали. Это восемь поддонов. В каждом поддоне 508, кажется, или 504 книги. Помоги, Господи, лишить вас. Да, пока так. Ну и если только благополучно получим, тогда у нас уже подготовлено тут подарочные послать. По полным комплектам, тем, которые сами не могут достать. Ну и это Виктор попросил во Францию как. Бушило, как-то на меня бы его вывести. Какое-то он отношение имеет где-то там в каком-то государстве. Едет куда-то. И там передать какое-то посольство. И там всё передадут. Посольство или что-то такое. Какая-то организация. Видишь, они запечатали всё. Он просит проповедь в стихах. Ну и, конечно, новое издание к истинному православию пошлём. Вот так. Если вопросов нет, то я отхожу. С Богом.